Всем привет! Вы смотрите Hotline-видео с Александром Иваныком. У меня в руках Xiaomi Mi 3, первый смартфон на NVIDIA Tegra 4 в нашей редакции. Новинка получила 5-дюймовый Full HD дисплей, аккумулятор с емкостью 3050 мАч, 13 и 2-миапиксельная камера, аналогичный предшественнику Xiaomi Mi 2s и работает под управлением Android 4.2 с оболочкой MIUI 5.0. Устройство поставляется в стандарты для производителя картонной упаковки. Внутри вы обнаружите смартфон, сетевой адаптер на 1 ампер, USB кабель, скрепку для извлечения лотка с сим-картой, используется стандартный формат мини-сим и документацию. Дизайн смартфона отличается от более ранних моделей. Торцы плоские, боковины скруглены, тыльная и фронтальная стороны также плоские. Несмотря на казалось бы такие явные отличия, в новинке все еще можно узнать фирменный стиль Xiaomi. Фронтальная часть корпуса прикрыта закаленным стеклом Gorilla Glass. У верхнего торца в его левом углу расположен логотип, обозначающий принадлежность к линейке MI. По центру небольшая прорезь под разговорный динамик. Слева датчик приближения и освещенности. Справа объектив камеры и светодиод, способные мигать различными цветами. Под 5-дюймовым экраном расположены три сенсорных клавиши – меню, домой и назад. В сравнении с предшественником, чувствительность сенсора выросла почти на треть, что дает возможность работать с устройством даже в перчатках. Включается в меню. Стекло покрыто олеофобным слоем. На тыльной стороне присутствует объектив основной камеры, два светодиодов вспышки, еще один логотип MI-i и техническая информация, включающая данные о поддерживаемых типах сетей. В нашем случае это GSM и TD-SCDMA. Это означает, что пользователям единственного в нашей стране оператора, предоставляющего услуги в 3G-сети, придется довольствоваться роумингом. Поставки Xiaomi Mi 3, поддерживающего все типы сетей, включая LTE, планируются в следующем году. Отличие между моделями заключается в аппаратной платформе. Это должен быть смартфон на чипе Qualcomm Snapdragon 800. Левая боковая грань пустует. На правой расположены две клавиши – сдвоенная клавиша регулировки громкости и клавиша питания. Обе имеют хорошую тактильную отдачу и выступают над поверхностью корпуса ровно настолько, чтобы их можно было легко найти. На верхнем торце присутствует слот для сим-карты, отверстия второго микрофона и разъем для наушников. На нижнем торце можно видеть множество отверстий под мультимедийный динамик, который практически не прикрывается, когда вы держите смартфон в горизонтальном положении, и разъем для подключения USB кабеля. Пластик из которого выполнен корпус, глянцевый, с первомутровыми вкраплениями. Потертости практически незаметны. Чтобы их найти, приходится искать правильный угол. Интересно, что в предыдущих моделях Xiaomi использовалось стекло Dragon Trail. В случае с Dragon Trail за время тестирования на экране появлялись малозаметные царапины, тогда как за месяц использования Mi 3 на фронтальной панели нет ни одной потертости. Как вы могли догадаться, корпус не разбирается, поэтому докупить аккумулятор повышенной емкости, как это было Xiaomi Mi 2 или Mi 2S, не представляется возможным. Качество сборки, подгонки деталей, эргономика и тактильное ощущение – все на высоте. В первое время к угловатому корпусу приходится привыкать. Единственное, что проигнорировал производитель – гонка за тонкими рамками. В итоге габариты смартфона несколько больше устройств с экраном 5.1 и 5.2 дюйма. Тем не менее, они меньше, чем в гигантских смартфонах Nokia Lumia, в сторону которых явно посматривали дизайнеры Xiaomi при разработке своего нового детища. Смартфон работает под управлением операционной системы Android 4.2 и всемирно известной оболочки MIUI версии 5.0. Для многих производителей интерфейс MIUI стал примером того, какой может быть оболочка Android, включая плавную работу и широкие возможности по персонализации. Нам бы не хотелось растягивать видеообзор, показывая все возможности оболочки MIUI, тем более, что мы уже рассматривали подробно эту оболочку в обзоре Xiaomi Mi 2. Сегодня остановимся только на самых важных особенностях оболочки. С экрана блокировки можно перейти к сообщениям, звонкам, запустить камеру или на рабочий стол. Рабочий стол содержит ярлыки установленных в приложении и виджетов. Отдельного списка для приложений не предусмотрено. Для просмотра запущенных приложений нужно удерживать клавишу домой. Отсюда же можно заблокировать приложения, чтобы они не выгружались из памяти, либо удалить все текущие, а также посмотреть количество свободной оперативки. Для установки виджетов используется жест щипок. Папки можно создавать перед таскиванием реверруков друг на друга или из строки с виджетами. Панель уведомлений обладает широкими возможностями по настройке. Меню с настройками состоит из двух закладок. В одной присутствуют сокращенные настройки, а во второй полные. Одна из многих особенностей MIUI в еженедельных обновлениях. Правда, не всегда разработчик сообщает о том, что было исправлено или добавлено в очередной обновке. Зато такой подход позволяет достаточно быстро устранять недостатки, о которых сообщают пользователи. Система поддерживает русский и украинский языки, включая наличие соответствующей раскладки клавиатуры. В отличие от, например, еще одного известного китайского производителя Meizu. Xiaomi Mi 3 базируется на аппаратной платформе NVIDIA Tegra 4, которая включает в себя 4 ядра Cortex-A15 с частотой 1,8 ГГц, ядро компаньон для работы с несложными задачами, 72-ядерный графический чип, 2 ГБ оперативной памяти и 16 либо 64 ГБ постоянной памяти. Производительность нового поколения чипов NVIDIA в некоторых приложениях достигает трехкратного прироста. Как показывают бенчмарки, для Tegra 4 не существует невыполнимых задач, хотя до уровня Qualcomm Snapdragon 800 все же не дотягивает. Поскольку в смартфоне не предусмотрен слот для карт памяти, расширить скромные 16 ГБ можно за счет флеш-накопителей, подключаемых через переходник USB on the go. Приятно порадовала всеядность встроенного видеоплеера, способного не только воспроизвести все популярные видео, но и аудиокодеки, а также функция улучшения качества звука. Правда, как и на смартфонах Meizu, понять это смогут только китайцы. Спорная полезность и возможности переключения режима с 2D в 3D. Возможно, те, у кого дома есть соответствующие очки и желание смотреть 3D-видео с 5-дюймового экрана и оценят такую функцию. Как уже было сказано, качество звука и громкость на высоте, придраться не к чему. Это же можно сказать и о музыкальном плеере. Правда, не все из его функций можно найти. Например, для поиска эквалайзера нужно углубиться в деври настроек. Радует то, что оно того стоит. Звук разительно меняется. Громкость разговорного динамика выше средней, но не максимальная. В шумной обстановке ее будет впритык. Присутствует возможность записи разговора с предупреждающим звуком, если этого потребуется. В целом, количество настроек для звонков приятно радует. Громкость мультимедийного динамика ниже средней. Не отличается он и качеством. Скорость поиска спутников с включенным от GPS моментальная, то есть в пределах нескольких секунд. А вот при поиске исключительно через GPS уходит уйма времени. Иногда мы даже перезагружали смартфон, чтобы убедиться, что с ним все в порядке. К скорости обмена данными в Wi-Fi сети никаких претензий. Качество приема тоже не вызывает нареканий. Автономность смартфонов на Tegra всегда была их ахиллесовой пятой. С переходом на более совершенный техпроцесс изготовления и на 50% более емкий аккумулятор можно ожидать улучшения показателей автономности. На практике разницы между смартфонами и предшественниками нет. В экономном режиме, когда частота процессора снижается до 1000 МГц, а количество работающих ядер уменьшается до 2, смартфон показал следующие результаты в Antutu тестах. 589 баллов или 3,5 часа, что вполне неплохо, но в режиме баланс достичь таких результатов невозможно. В двухчасовых тестах Xiaomi Mi 3 показал следующие результаты 1, 13, 22, 17 и 30% для музыки, чтения, навигации, HD-видео и HD-видео с YouTube. В режиме баланс соответствующие цифры выглядят так 3, 13, 24, 18 и 31%. То есть, практически такие же. В повседневной эксплуатации между режимом экономия и баланс разница в половину дня, где в первом случае смартфон живет полтора суток, а во втором – сутки. Смартфон оснащен 5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920х1080 точек. Фотографические возможности реализованы 13-мегапиксельной и 2-миапиксельной камерой производства Sony. Дисплей обладает широкими углами обзора и возможностью настройки изображения от уровня насыщенности до степени световой температуры. Используя калориметр, мы выставили максимально близкое значение световой температуры к показателю 6,5 тысяч кельвинов. Показатели яркости находятся в пределах от 6 до 356 канделный метр квадратный. Первое значение позволяет комфортно работать со смартфоном в полной темноте, а вот максимальное значение нельзя назвать достаточным, хотя в эту пору года яркости более чем хватает. Возможности камер могут удивить даже гиков. Это первый Android-смартфон, способный снимать в RAW-формате. 10-мегапиксельные снимки в RAW-е, именно такое разрешение используется при соотношении сторон 16 к 9, получается размером около 30 МБ. В настройках можно выбрать значения ISO, выдержку, баланс белого, включая установку ручных значений и режим фокусировки. Кроме того, камера смартфона умеет распознавать QR-коды. Видеоспособности аналогичны что для основной, что для фронтальной камеры. В целом, камера позволяет получать качественные фото и видеоконтент, но назвать его сопоставимым с лучшими камерафонами нельзя. Возможно, разработчикам удастся подтянуть качество, и тогда Xiaomi Mi 3 станет не просто самым гиковским камерафоном, но и одним из самых качественных. Стоимость смартфона для Украины, вне зависимости от цвета корпуса, составляет 4,5 тысячи гривен. За эти деньги пользователь получает один из навороченнейших смартфонов с отличным 5-дюймовым Full HD дисплеем, камерами с недоступными до сих пор возможностями, производительность на уровне лучших решений других разработчиков, качественный корпус с металлическим каркасом, отличный звук в наушниках, широкие мультимедийные возможности и одну из лучших оболочек для Android.